В сегодняшнем выпуске хочу рассказать вам о том, как проводить качественные прямые эфиры, в плане именно качества картинки, а также хочу задать один вопрос. Привет, друзья, меня зовут Андрей Стерунов, я эксперт в области создания, продвижения и монетизации ютуб-каналов для бизнеса и влогинга. Итак, вначале вопрос, который я хотел бы вам задать. Стоит ли мне на моем канале проводить прямые эфиры для вас, будет ли это востребовано? В комментариях к этому видео напишите, нужно или нет. Если нужно, какие вопросы вас будут интересовать на прямых эфирах, чтобы я мог, может быть, подготовить какие-то темы и для вас, прямо, может быть, лекции провести и поотвечать на ваши вопросы. И, соответственно, еще я в подсказках, подсказках, кто не знает, это такая беленькая штучка, вот здесь вверху, кругленькая в уголку, нажимаете туда, я прикреплю там опрос, какое время для вас будет удобно, чтобы я прямой эфир провел. То есть по московскому времени выставлю временные промежутки, когда я могу это делать и, соответственно, большее количество ответов по времени в это время я подготовлю прямой эфир. Ну а теперь самое главное о том, как же проводить качественные прямые эфиры. Во-первых, почему прямые эфиры могут быть некачественные? Потому что в основном их проводят через веб-камеру, а качество веб-камер оставляет желать лучшего. На самом деле, потому что, ну, даже самые дорогие веб-камеры, которые якобы транслируют в Full HD качестве, картинка у них довольно посредственная, даже очень посредственная, на мой взгляд, вообще отвратительная. Поэтому проводить трансляции через веб-камеру я бы не рекомендовал. Для этого можно использовать, в принципе, видеокамеру, фотоаппарат или любое устройство захвата видео, которое лучше, чем веб-камера. А вот, чтобы законнектить это устройство с компьютером и транслировать через него, как через веб-камеру, для этого вам понадобится одно устройство, которое называется плата захвата видео. В моем случае, это вот такая старинная Авермедиа LGP Lite 310, насколько я помню. Да, LG, GL, точнее, GL310. Купил я ее на Авито за 3,5 тысячи. В моем городе, в принципе, в магазинах их не было, надо было на заказ, и цены начинались от 6 тысяч. Более-менее такие адекватные карты памяти. А эту я нашел, она в нулевом состоянии, по ней видно ни потертости, ни зашарпанности, ничего нету. Новая карта, да, она старого поколения, старого образца, транслирует в Full HD, хотя сейчас есть в 4К, но на 4К у меня отдельное мнение. В принципе, на сегодняшний день оно не нужно, мне, по крайней мере, точно не нужно. И вот с помощью вот такой штуки можно транслировать в прямой эфир в очень хорошем качестве. Вы берете, смотрите, главное, чтобы у вас из устройства видеозахвата была возможность подключиться и был HDMI-выход. То есть, допустим, я в свою видеокамеру подключаю кабель, вставляю вот сюда, во вход вот этой штуки. Давайте я вам ближе покажу. Вот так. Вот так выглядит эта вещь. Вот такие у нее входы. Соответственно, вставляется из видеокамеры сюда вход. Вторым кабелем, который идет в комплекте с картой, она подключается к компьютеру. Либо бывают еще встроенные карты, можно прямо в материнскую плату компьютера вставить. Соответственно, устанавливаются на нее драйвера, программное обеспечение и так далее. И затем вы уже транслируете в прямой эфир через какую-либо программу. Что касается программного обеспечения, то есть программы, благодаря которой вы будете соединять камеру, вот эту штуку, карту захвата и свой канал на YouTube. Ну, на мой взгляд, и самая распространенная, это, наверное, все же OBS. Во-первых, она бесплатная. Во-вторых, более-менее она адекватно работает. Также есть платные приложения, но о них говорить нет смысла, потому что каждая заточена под свой функционал, вплоть до того, что вы как на телевидении, там, титры можете подставлять, картинки менять. Это все плавно и красиво перелистывается. Ну, кому это нужно, тот может, опять же, погуглить, найти для себя такую программу. Кому это не нужно, кто не хочет платить деньги, потому что, как правило, эти программы стоят в районе 500 долларов лицензия на эту программу. То OBS бесплатный вариант для решения вашей, так сказать, проблемы вы можете использовать. Тем более, что настроек для OBS интернет просто кишит этими настройками. Допустим, прямой эфир через OBS вбиваете в YouTube, вам открывается куча инструкций. Я почему говорю еще об OBS и почему я не буду показывать, как она настраивается, потому что вариантов ее настройки, ну, просто великое множество и проблем с этим вообще у вас не возникнет. Единственное, что может быть, каждая карта захвата по-своему подключается к OBS. Например, вот в это есть нюансы, там нужно, она вообще транслирует через свое ПО родное. То есть, можно установить программу от Avermedia и транслировать в YouTube напрямую с этой программой. То есть, вот так это работает, друзья. Ничего сложного, но, опять же, по оборудованию у вас должна быть камера, через которую вы будете транслировать. Желательно иметь какую-то подставку, либо штатив, где будет закреплена эта камера. И желательно также иметь накамерный свет, потому что, ну, либо какой-то источник освещения, лампу поставить, чтобы вы освещали себя, чтобы картинка была хорошая и четкая. И в таком случае у вас получатся очень качественные прямые эфиры. Особенно это важно, если вы ведете бизнес-канал, если вы занимаетесь какой-то деятельностью, если вы продаете через YouTube. Потому что это говорит о том, что вы действительно солидный человек и подошли серьезно к вопросу проведения прямых эфиров. На самом деле, если посмотреть, например, какие-то тренинги или выступления тех же инфопредпринимателей, продающих какие-то продукты, и которые транслируют через веб-камеру с отвратительным качеством, ну, не серьезно. Ребята, не серьезно. Поэтому для бизнес-каналов это вообще животрепещущая тема. Это просто необходимо. Если вы ведете прямые эфиры, а желательно вести на своих каналах прямые эфиры, потому что это будет интерактив с вашими клиентами, то вам просто необходимо вести их в качественном формате. Да и если вы занимаетесь видеоблогингом, и у вас есть уже, в принципе, нормальная видеокамера, либо фотоаппарат, на который вы делаете качественную картинку, и вы просто не знали, как это сделать, элементарно. Вам нужна карта захвата, вы это все коннектите, подключаете и ведете прямой эфир. Надеюсь, из этого огромного количества слов вы смогли разобрать и найти для себя полезную информацию. Ну, если это так, естественно, ставьте лайки. Если все же у вас остались вопросы, что-то непонятно, опять же, оставляйте их в комментариях, обязательно отвечу. Делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Ну и увидимся в новых видео. До встречи. Пока-пока.